Дневник фанатов. Сегодня с вами отравляемся на выезд в Казань. Ребята, вы опаздываете. Мы опаздываем на поезд. Мы хотим вас пригласить всех на премьеру фильма, называемый «Эластик». Это фильм мы снимали здесь, на стадионе «Спартак». Самые шальные женщины танцуют на баре. Вперед, наш «Спартак»! Москва! Вперед, наш «Спартак»! Москва! Вперед, мы не можем, а без воли никогда. Где медали, где Евросускин? Где медали, где Евросускин? Почему вся трибунда молчала? Слушай, ну сегодня было такое спонтанное решение оставить команду без поддержки за то, как команда себя повела в последнем матче Еврокубковым, который стал для нас, по сути, первым и последним раундом. Привет, красные-белые. Смотрите, Дневник фанатов. Сегодня с вами отправляемся на выезд в Казань. Ребята, вы опаздываете. Мы опаздываем на поезд, поэтому залетаем все вместе. Давайте. Кушать, попить. Сколько денежек покушать стоит? Картошка 150. Картошка. Спасибо, не потянем, не потянем такое. По 100 рублей, да. Ну, по 100 рублей. Какие 100 рублей? Едем на выезд в Казань, парни. Пока немного скучно, выезд проходит. Скажите, что Спартаку очень везет. И у вас скоро, как бы, Скальц закончится сила, да, не дай бог? А не хотели бы вы прийти к нам, может быть, на всех? Хочу это сделать в ноябре, в декабре, как раз за несколько дней до него дня рождения. И вас пригласить всех на премьеру фильма, называется он «Эластико». Это фильм мы снимали здесь, на студии «Спартак». И в общем, разговор идет про нашу с вами любимую команду. Я там играл тренера футбольного маленькой провинциальной команды, игрок которой попадает в Москву, в наш клуб «Спартак». Игрок ваш или ваша команда? Из моей команды. Небольшой спойлер такой. Парнику города Улан-Эдэ попадает играть в «Спартак». 20-ая минута. Валер! А почему на черном, парни? За оленчево, трава. За оленчево. Мы так ждали дом родной, мы его получили, но он не стал родным, потому что нет команды. Нам нельзя ни в коем случае дробиться. Сила «Спартака» в единстве. Вот, собственно говоря, знакомитесь. Это наши новые друзья. Мы всех приглашаем в Москву. У нас таких, как это называется, смотровых площадок в каждом дворе. И бесплатно. Мы туда в Питер приглашаем, там их еще больше. В Питер в сентябре тогда? В сентябре. В другой год? Да. А что у вас за маяк на ноге? Ну, да, да, весело главное, чтобы был. Мне кажется, алкоголь. Движуха какая-нибудь была, алкоголь. А, вы не местная? Ну, в принципе, досмотр был лайтовый пока что. Посмотрим, что будет дальше. Подходим к студенту центральную, через час начинается игра. Вась, здорово. Здорово, здорово. Слушай, ну, чтобы вы понимали, Вась у нас фотограф спортбокса, да? Да. Спортбокса. Считаю, что матч ТВ. Да. Сейчас журналист, в принципе, независимый, да? Да. Ну, у тебя независимые мнения. Как ты думаешь, вылет от АЕКа безобидно, отставка Оленчева и... Я был на этом матче на Кипре. Я не знаю, как так сказать. Мне матч понравился там. Игра была хорошая, очень хорошая. Температура, кто был на рот там, они скажут, что там было очень-очень жарко. 38, примерно 36 градусов. Так что считаю, что результат там был удовлетворительный. Девчонки, придайте, пожалуйста, привет. Дневник фаната не смотрите? Блин. Вы обижаете. Посмотрите. Все, идем на трибуну. Ой, на дорожку. Игроки Спартака так и не должны сыграть. Спартак должен выходить и таких соперников сминать. А не выходить и еле-еле выигрывать один. Для народу очень много. Стараемся зайти на сектор до начала... Все медали, где еврокубки. Видим, что все сектора наши полностью забиты. Первый, опять же, вызов. Все-таки нужно быть рядом с командой. Зря мы поем, что всегда мы рядом, где бы клуб наш поиграл. Но мы простить неудачи можем, а безволия никогда. Девчонки какие-то танцуют. По одежде не определишь, за кого они болеют. Скорее всего, за спарта. Расслабиться. На набережную можно прогуляться. Раздетые женщины? Полу раздетые. А нам там можно раздеться? Ну, мы или работаем, или гуляем. Не здорово. Единственное, здесь запрещено видео с Ялонка, поэтому мы будем снимать здесь с палево и, возможно, без голоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет Казань заканчивается прилетом в один из московских аэропортов. Спасибо всем, кто участвовал. Это было круто. Что-то не удалось снять, что-то останется за кадром по понятным причинам. Коняйте на выезда и не забывайте о нашем конкурсе, подробности в группе и на сайте ФРАДРИЯ. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...